Добро пожаловать в Казанский Федеральный. Снова в школу! КФУ СТОР возвращается! Как День Знаний отметили в Набережной Челнинском институте. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Александр Фирсов. Министр науки и высшего образования обратился к студентам и преподавателям учебных заведений и поздравил их с Днём Знаний. Дорогие друзья, поздравляю вас с началом нового учебного года. Уважаемые первокурсники, сегодня для вас открывается новая страница в жизни. В университете вы приобретёте знания и получите навыки, которые позволят вам найти своё призвание. Те, кто сейчас научится самостоятельно мыслить, принимать нестандартные решения и будут открыты всему новому, всегда смогут найти своё место в жизни и в профессии. Мы поможем вам в освоении этого пути. Сегодня государство уделяет особое внимание развитию высшего образования и науки. Чтобы вы могли получить престижное и качественное высшее образование, учиться в комфортных условиях, совершенствуется инфраструктура университетов, меняется их облик и содержание. Первое сентября – праздник, который традиционно нарекли Днём Знаний, является значимым событием не только для школьников, но и для студентов. В Институте дизайна и пространственных искусств состоялась торжественная встреча первокурсников с будущими одногруппниками и преподавательским составом. О том, насколько важно проводить такие мероприятия, расскажем в следующем сюжете. Казанский федеральный университет уже много лет старается всеми силами поддержать вновь прибывших студентов и сделать их адаптацию в УЗИ легкой и продуктивной. Так, Институт дизайна и пространственных искусств проводит ежегодный фестиваль длительностью в 9 дней, чтобы познакомить первокурсников со всеми возможностями университета. В программе мероприятий, лекции, квесты и даже экскурсия для иногородних студентов 1 сентября состоялась торжественная линейка, где студенты и их родители смогли ближе познакомиться с педагогическим составом. Сегодня у нас 1 сентября начинается традиционный ежегодный EDP-фест, фестиваль пространственных искусств в нашем институте. На протяжении 9 дней у нас будут студенты, первокурсники, в том числе и включение старших курсников происходит, будут участвовать в серии мероприятий для того, чтобы они плавно из одного процесса учебного, который был в школе, перешли в университет, именно узнали наши ценности института, университета. На торжественной линейке также выступил президент Казанского федерального университета Рияс Минзарипа. Он поздравил студентов и пожелал им творческих успехов на тяжелом, но интересном пути. Он отметил, что очень важно серьезно отнестись к новому жизненному этапу, ведь первый курс – лишь начало творческого пути к успеху. Во-первых, с праздником Днем Знания вас всех, чтобы у нас этот праздник был удачным и открыл хорошую нашу полосу в жизни. Ну а у первокурсников это двойной праздник, не только День Знания, но еще сегодня они вливаются в большой студентский коллектив Казанского федерального университета, одно из ведущих и крупнейших вузов Российской Федерации. На заднем дворике главного здания уже бывшие школьники отметили вступление во взрослую жизнь. Каждый из присутствующих на открытии фестиваля был уверен, что начало долгому и тернистому пути положено, а значит и адаптация на новом месте станет в разы проще. Я думаю, это хорошая возможность познакомиться с однокурсниками, узнать хотя бы в лицо преподавательский состав, в принципе, ощутить атмосферу праздника, потому что на протяжении 10 лет мы учились в школе, и это как бы продолжение нашего пути, поэтому я считаю, что это очень хорошая возможность, в принципе, ощутить студенческую жизнь. Ну, вообще, мне так нравится этот праздник, здесь как-то уютно, комфортно, со всеми можно пообщаться, познакомиться с новыми людьми, поэтому нравится. Я считаю, что да, важно, как минимум, этот способ встретиться со своими будущими одногруппниками, какая-то первичная коммуникация, первичное знакомство с ними, это первое. Второе, само по себе сплочение, ты чувствуешь, что вуз тебя поддерживает, ты всегда знаешь, что ты пришел, тебя собрали, тебе что-то сказали, какое-то наставление, ты не чувствуешь себя брошенным и оставленным, так сказать, плыть куда-то по течению. 9 сентября состоится закрытие фестиваля Института дизайна и пространственных искусств, где первокурсникам торжественно вручат их первые студенческие билеты и проводят в новую жизнь, студенческую. До этого момента студентов ждет активное знакомство с творческими возможностями вуза. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз. Торжественные линейки, посвященные Дню Знаний, состоялись этим утром по всей стране. И если для одних, ребята, этот звонок символизирует начало огромного пути длиной в целых 11 лет, для других он означает старт обратного отчета до его окончания. О чем мечтают школьники Татарстана, расскажем в сюжете. У каждого человека 1 сентября – это день, когда он четко и отчетливо помнит всю жизнь, пришел в школу, помнит своего первого учителя, помнит, что окунулся в процесс познания мира. Я поздравляю наших ребят. В этом году 175 ребят поступили в наш лицей. Мы поступили в один из лучших лицеев нашей страны, который, естественно, работает и будет работать на то, чтобы вы стали еще лучшими. 1 сентября – день, когда учебные заведения по всей стране вновь открывают свои двери после летнего перерыва. Традиционно по всей России проводятся торжественные линейки. Ученики лицея имени Лобачевского встретили праздник в большом концертном зале «Уникса». Уже завтра они отправятся на первые занятия. Мы всегда позиционируем себя как лицей, в котором детям радостно жить. Именно жить уже настоящей жизнью, а не ждать какой-то будущей взрослой жизни. И я думаю, что должна обязательно эта жизнь в этом учебном году начинаться в «Униксе». Всем удачи и крепкого здоровья. Для многих традиционный школьный звонок сегодня прозвучал впервые. Но для кого-то он стал символом начала обратного отсчета до конца учебного года. 11 класс действительно сложный, но я думаю, что все будет хорошо. У нас сильная, хорошая подготовка идет уже изначально с ранних-ранних классов и лет. Так что, думаю, чуть-чуть подготовки, чуть-чуть поднапрячься и все будет хорошо. Сдадим и поступим в Казанский федеральный университет. Лицей Казанского федерального университета занимают ведущие позиции в российских рейтингах. Для лицеистов создаются все условия для комфортного пребывания в учебном заведении. Ученики лицея имени Лобачевского признаются – главный стимул приходить на занятия – педагоги. Может, ответ звучит достаточно банально, но это учителя, которые учат нас изо дня в день. Потому что я до этого жил в другом городе, в Елабуге. И я знаю, как изменился уровень моей учебы и тех людей, которые вокруг меня, когда я перешел в лице Лобачевского. И это одна из причин, почему я продолжаю учиться старательно. В ряды учеников IT-лицея сегодня вступили 67-классников. Все они прошли строгий отбор. Как отмечают сотрудники университета, конкурс был 10 человек на место. Мы первые по ЕГЭ в республике, по математике, по русскому языку в Олимпиаде по призерным победителям регионального этапа первые. Это вот итог той работы, которую ребята проделывают в течение всего года. Это участие в Олимпиадах, конкурсах, хакатонах, кейс-чемпионатах. В общем, у них жизнь настолько насыщенная, что мы не успеваем уже отслеживать деяние, что они делают. Они всегда очень активны. Поэтому что их ждет? Их ждет такая же насыщенная, интересная жизнь. С утра в 8 мы начинаем, до 8 вечера мы трудимся, занимаемся. У них нет ни минутки свободного времени. Расширяются и ряды учеников университетской школы Елабужского института КФУ. В новом учебном году здесь будут обучаться более 550 ребят. 56 из них переступят порог школы впервые. Школьники, перешедшие в 10 класс, будут обучаться по двум профильным направлениям. Физико-математическом и социально-экономическом. Маргарита Михайлова, Фариза Хитаглы. Универньюс. Знание сила. 1 сентября открылся фирменный магазин Казанского федерального университета. Брендированные одежда, значки, канцелярские принадлежности, наклейки и блокноты. Все это можно приобрести в главном здании КФУ. 1 сентября открылся фирменный магазин Казанского федерального университета. Наверное, каждому студенту было бы круто приобрести хорошую пишущую ручку или крутозначок. И это уникальная возможность. Праздник 1 сентября не зря минуется днем знаний. Студенты знакомятся с вузом. Их ждет традиционная встреча с руководством институтов, церемония вручения студенческих билетов и общения с преподавателями кафедры. Однако ввести в курс учебного процесса мало. Важно познакомить студентов с культурой университета, с тем, что отражает его идеологию, ценности и общее настроение в целом. КФУ Store – место, где любой желающий найдет мерч по душе. На самом деле, я думаю, когда у университета есть свой магазин, где есть действительно хорошая брендовая продукция университета, это довольно неплохой такой шаг для того, чтобы приобрести какую-то вещь и, так скажем, оставить на память о своем любимом университете и пользоваться, в принципе, в обычной жизни. Обязательно приходите в наш магазин, приобретайте эксклюзивную коллекцию университета. Необыкновенную атмосферу уюта отмечает каждый покупатель. По словам студентов и преподавателей КФУ, это место идеально для покупки аксессуаров, сувениров и канцелярских принадлежностей. Не пишет ручка или кончилась тетрадь – КФУ Store всегда выручит. Официальная продукция с символикой одного из лучших вузов России представлена в широком ассортименте. Отметим, что магазин представляет собой не только точку продаж фирменной продукции вуза, но и так называемую зону приветствия, которой любой может узнать подробности о структуре КФУ и текущих проектах вуза. Ну, на самом деле, очень приятное место. Это моя не первая покупка здесь. Год назад я здесь покупала ежедневник, я им пользуюсь, очень люблю. На самом деле, очень много всяких прикольных вот таких вот безделушек, всяких обложечек. Для сотрудника и для студента, мне кажется, это очень классное приобретение. Магазин, впечатления приятные. Я думаю, не в каждом вузе вообще есть такое помещение, где сразу можно после выхода купить как минимум обложку, ну и вообще с амблемами, с символикой университета. Большой, есть на что посмотреть, есть что выбрать. Магазин находится в главном здании Казанского Федерального Университета по адресу улица Кремлевская, 18. Ручки, блокноты, наклейки, значки, флешки, игрушки, бомбер и даже термокружки можно приобрести по будням с 9 до 17.00. Суббота и воскресенье, выходной. Николай Асуховский, Александр Кузнецов, Универньюс. 1 сентября в Набережно-Челнинском институте Казанского Федерального Университета состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Знаний. О том, кто поздравил студентов с праздником, расскажем в следующем сюжете. Набережно-Челнинский институт Казанского Федерального Университета вновь радует студентов торжественной линейкой, где каждый первокурсник смог почувствовать атмосферу праздника. Поздравить бывших школьников приехал депутат Государственного Совета Республики Татарстан, а также руководитель команды КАМАЗ-мастер Владимир Чагин. Он отметил, насколько важен начальный этап обучения в жизни любого человека, ведь именно первый курс станет впоследствии основой для всего обучения в ВУЗе. Сегодня прекрасный осенний день, праздник, день знаний, который мы всегда ждем, которому радуемся. И сегодня вы вступаете в новый период своей жизни. Оригинально поприветствовать и начать торжественную часть линейки решили выездом баги, за рулем которого находился его создатель. Студент Мансур Ганиев, который также является участником формулы «Студент». Затем перед новоиспеченными студентами предстали те, кто уже не первый год в стенах института, кто отличился не только в учебе, но и в творчестве, спорте, волонтерстве и общественной деятельности. Также успехов на сложном творческом пути студентам пожелал директор набережно-челнинского института Казанского федерального университета, выразив каждому из них огромную благодарность. Дорогой первокурсник, поздравляю с тем, что ты стал студентом, как я считаю, лучшего института в области автомобилестроения. Будем учить только тебя на отлично, ну и будем просить, чтобы ты тоже учился на отлично. Тогда ты выйдешь отсюда образованным человеком из нашего университета и будешь крайне востребован на рынке труда. Кроме того, торжественную линейку посетил главный конструктор завода КАМАЗ Евгений Макаров. Это напрямую связано с тем, что именно в набережно-челнинском институте обучаются те, кто в ближайшем будущем могут стать опорой и новым толчком в развитии предприятия. Он выразил огромную поддержку каждому студенту, посетившему праздник, и пожелал им получить от обучения в ВУЗе исключительно положительные эмоции. Хотел бы вам пожелать, чтобы к окончанию вашей учебы символический гранитный камень знаний вы стерли прямо в порошок, при этом сохранив зубы. Заключительным этапом данного мероприятия стал флешмоб всех студенческих сообществ, после чего организовали распределение первокурсников по отделениям и группам, плавно переходя к вводной части образовательного процесса. Елизавета Гзизянова, Медиа-центр Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета, Универньюз. С нового учебного года в Казанском федеральном университете повысится академическая стипендия у студентов, аспирантов и ординаторов, обучающихся в очном формате на бюджете. Так, с 1 сентября студенты и отличники начнут получать академическую стипендию в размере 5000 рублей, а отличники-олимпиадники – 5500 рублей. Второй учебный год стартовал в колледже Елабужского института Казанского федерального университета. Сегодня его студентами стали более 350 ребят из разных уголков России. Студенты колледжа будут обучаться по направлениям экономика, информатика, логистика, юриспруденция и педагогическое образование. На этом все. В студии был Александр Фирсов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова